Сегодня у меня в гостях главный тренер мужской одинцовской команды керамика, ски-борца Валерий. Это новости спорта. Меня зовут Влада Дудло. Валерий Викторович, здравствуйте. Спасибо огромное за то, что согласились с нами поговорить сегодня. Начну издалека, пожалуй, с самого начала. Ранее вы играли в «Спартаке», играли также за сборную Молдовы. Попрошу вас рассказать про ваш спортивный футбольный путь. Можно прямо с самого начала? Ладно, здравствуйте. Начнем с того, что я закончил футбольную академию «Мастер Сатурн». Это футбольная академия-интернат, где ребята занимаются футболом, учатся, питаются, живут, все казарменные условия. Довольно-таки известная в России футбольная академия. Очень много воспитанников оттуда воспиталось. После того, как я выпустился с академии, мне поступило предложение поиграть во второй лиге «Зовитесь в Подольске». После сезона, успешного, довольно-таки успешного сезона, поступило предложение принять участие в отборе в дубле «Спартака». И, конечно же, от таких предложений нельзя отказываться, они не каждый день приходят. Поэтому пришлось собраться, да, немножко так, силами. И я посетил, и из 33 человек отобрали трое лучших, которым дали контракт. То есть вы вот в этой тройке самых лучших. Сколько вам лет? 17 лет было. 17 лет. После этого сборы играли, но конкуренция довольно-таки большая. Пришлось искать где-то, где можно получить практику. Мне предложили поехать в чемпионат Молдовы, в футбольный клуб «Саксан». Я поехал туда, начал играть, так как возраст позволял выступить на Евро за сборную Молдовы, так как у меня корни с Молдавией на родителям. И поэтому на юнорском уровне можно выступать за разные сборные. Я принял предложение и поучаствовал, так сказать, в отборе на Евро. Не помню, какой уже год. Это было 10 лет назад, наверное, очень давно. Но было интересно. Я посетил много стран со сборной. Мы играли против сборной Бельгии, Черногории, против Мальты играли. Довольно-таки интересный опыт и жизнь такая, спортсмены довольно-таки интересная. Конечно, новые места всегда, путешествия. Это было довольно-таки прикольно. Вот, кстати, несмотря на то, что это было достаточно давно, какая игра самая запоминающаяся была? Может быть, какой-то разворот-поворот там, я не знаю, что-то вовремя. Самые такие достижения, наверное, были в юношеские, потому что я выступал за сборную Московской области. Мы ездили на МРО, защищали свой регион, мы стали чемпионами. То есть это довольно-таки серьезный результат, потому что ездят сборные, например, Москвы, сборные Питера, Урал по Волжье. И там сильные коллективы. То есть это из области выбирают лучших футболистов в сборную, которые едут и защищают свой регион. То есть нас награждали. Там приезжал тоже губернатор, мы награждали Московскую. Это было тоже довольно-таки запоминающееся. В принципе, за Московскую область не вырос, за регион было клево поиграть. Ну, конечно, да, безусловно. А вот такая самая, самая, но даже энергозатратная неправильно будет сказать, потому что все игры энергозатратные. Вот именно такая игра, которую можно сказать, я ее запомнила на всю жизнь, потому что там, я не знаю, что-то какая-то изюминка там была классная. Наверное, игра со сборной Черногории, потому что была жара, как сейчас, наверное. Очень теплая погода, мы готовились, водно-солевой баланс, пили много воды. Тем не менее, кстати, мы играли на стадионе, была такая шумиха. Если помните, там сборная играла у нас, и Игорю Кенфееву кинули фаера в голову. То есть из-за этого, да, тогда матч остановили. И вот мы играли на этом стадионе. Такой довольно-таки старый стадион, но шикарный такой, с душком, так скажем. И чем он запомнился? Тем, что уже на 83-й минуте уже так сводило ноги, что было невозможно. Казалось, что отдал все силы. Из-за того, что было душно, приходили в раздевалки и уже выжимали воду со своих футболов. Вот, кстати, это нормальная история. Я помню, мы ездили на сборы, ну, это просто тренировочные, обычные сборы. Вот такая же история примерно была. Вот, кстати, я хотела спросить, не было такого, что болельщиков было много, это же футбол, трибуны, наверное, целые там. Конечно. И была такая история, например, помидоры кидать? Раньше же это было вообще... Расскажу тоже случай со сборной. Мы приехали в Бельгию, город Левин, довольно-таки кажется деревушкой. Но когда мы посетили тренировочную базу, у нас было три дня на подготовку, нам предоставили все, то есть как профессионалам. Хотя мы соперники, да, до этого они занимались тэквондо, то есть у них такие были сборы. Видите, подход немножко в Европе другой. Мы там бегаем, готовимся. Да-да-да-да. Они ходят так, надо заниматься. Тем не менее, мы думали, что будет такой же прием немножко. И когда мы пришли на матч в городе Левин, там команда тоже играет местная, мы играли на ее стадионе, там вместимость 10 тысяч людей. То есть это игра молодежных команд. И настолько все были разукрашены, барабаны, нам тоже хлопали. А там выход из раздевалки на поле, он проходил через трибуны. И мы были сильно удивлены, когда нам хлопали, аплодировали, дудели в дуделки. И все веселились. Для них это праздник. То есть, конечно, бы хотелось, чтобы у нас тоже приходило очень много людей, разукрашивали себя, дудели в дудки, барабанили в барабаны. Это очень атмосферно. Это, конечно, упоминает. В любом случае, футбол в России, он очень распространен. Его очень любят. То есть, ну, если это набрать... Вот, кстати, мы сейчас находимся на игре малышей 2008 год. Вот сейчас прямо против нас играет. Но, тем не менее, все равно взрослый футбол, он очень распространен. Я не говорю про заграниц. Я помню, мы... Я тоже сама спортсмен. Мы ездили играть в Швецию. И был как раз чемпионат мира по футболу. Чемпионат Грибов, в этот момент. Но это было что-то невероятное, на самом деле. Потому что все уличные бары, все рестораны с верандами, они все были заполнены болельщиками. Там, вы русские, там, и... Конечно, конечно. Что куча там, вичат и все прочее. Поэтому я могу сказать, что вот, в принципе, на стадионе-то люди собираются и болеют. Конечно. Если не говорить про там молодежный футбол, или там еще как-то... Нет, конечно. Я вообще хочу сказать, например, о том, что наш районный футбол считается одним из сильнейших. Если мы берем округа. Да, московские округа. Потому что не раз приезжают судьи, которые судят все округа. Говорят, что у нас есть конкуренция. Есть куда расти. В принципе, у нас очень много команд. На каждый район можно собрать там две группы по 10 команд. Плюс у нас ЛФЛы, у нас детские школы, у нас турниры 5 на 5. То есть есть 8 на 8 турниры. У нас очень развит в этом плане район. Ну, кстати, я хотела спросить вот как раз про Одинцовский футбол. Ну, чуть позже, но раз вы сами к этому плавно подошли, я, наверное, спрошу прямо сейчас, к чему идет Одинцовский футбол и как ребятам, которые приходят и которые играют, вот даже сейчас вот дети играют в футбол, как им будут подписывать контракты. Есть ли у них возможность вот этого вот бешеного развития, как вот, я не знаю, давайте пример мы приведем, да, взрастить такую звезду, возможно, они сиклассы. Интересный вопрос. Я думаю, в первую очередь сейчас нужно готовить спортсменов детства, именно готовых ментально. То есть они должны понимать, что в футбол ты не просто пришел, попинал мяч, да, ты должен спать правильно, питаться правильно, ты должен думать как чемпион, тренироваться с лучшими, да. Что еще? Питание. Конечно же готовиться. Это раньше было, да, ты пришел, два часа отыграл, да, там потренировался, забрал свою зарплату и пошел гулять. А сейчас профессиональный спортсмен, он готовится 24 часа в сутки. От питания до сна. Кто-то отключает телефоны там в 9 часов, не напрягает свой мозг. Конечно же развития читать побольше. Футболисты все-таки не глупые, ребята, нужно развивать себя. А так очень много школ, Одинцовская школа, в районе очень много детских школ. Нужно приходить, ну и конечно же нужно понимать родителям, в первую очередь, что это такой очень сложный путь профессиональный спортсмен. И не у всех всегда так получается. Но конечно же это терпение, кровь и подпись. Валерий Викторович, я прямо сейчас зацеплюсь буквально за ваши прошлые слова. Вы сказали думать как чемпион и тренироваться, работать с лучшими. Вот здесь вот обращусь к вам как к человеку, который уже прошел этот путь. Ведь есть такое, что дети, будучи подростками, приходят во взрослые команды на хорошем достаточно уровне, но при этом уже со взрослыми они сидят. Им не дают возможности играть. Но вы понимаете, о чем я говорю. Можете с этим бороться? Наверное, это вообще болезнь всего футбола нашего российского. Потому что у нас очень много молодых футболистов, которые выигрывали Евро. Последний год, мне кажется, это 96-й год. Они побеждали юношеский чемпион Европы. Не у всех получилось, да, закрепиться где-то в взрослых командах. Там РПЛ, даже ФНЛ. Наверное, все-таки это, да, о чем мы уже и говорили, это психология, менталитет. И правильно готовить тоже футболистов. Тот же самый Краснодар, да, если мы сейчас говорим о большом футболе, они очень трепетно относятся к молодым футболистам. Они стараются их еще немножко задержать с юношами, чтобы они немножко окрекли психологически. К тому же, да, там, кто бы что ни говорил, у нас зарплаты хорошие в молодежном футболе. Поэтому у некоторых ребят, да, там, кого-то рвет крышу, да, там, кого-то начинаются гулянки, неправильный режим. Хочется всего попробовать и сразу. Конечно, все приходит с опытом, да. И когда ты уже достигаешь каких-то там определенных результатов, уже все-таки у нас профессиональный спорт – это еще правильно быть готовым физически. У некоторых начинаются травмы от того, что ты неправильно высыпаешься, неправильно питаешься, где-то там не режим. И можно в молодом возрасте после получения травмы, конечно, тяжело выйти. И психологически многие работают с психологами. Выходишь, боишься получить очередную травму, у кого-то рецидивы. То есть это совокупность всех вещей, которые должны, наверное, сложиться в твоей жизни, чтобы у тебя там все сошлось. Поэтому если говорить там про месси, да, ну, это люди, которые, наверное, одаренные, там, богом целованные. И поэтому это раз в сто лет такие футболисты. Ну, вот богом целованные, одаренные, с этим я полностью согласна. Но тем не менее у нас в стране, в городе, там, неважно, в округе, в районе рождаются такие дети. Но здесь уже вопрос к тренерам. Вот, кстати, и вы, тренер, этот талант, его нужно увидеть, его нужно развить, а не усугубить. То есть есть такое, что игроки просто перегорают, например. И это уже, ну, потом игрок, он вроде талантливый, классные физические показания, у него классные данные, он бежит, он там думает и прочее. Но ему тренер вот там какое-то недопонимание, конфликт небольшой, еще что-то, игрок сгорел. Это очень, кстати, я с вами соглашусь с какой-то стороны, но нам всегда говорили так в Академии, Паш, получается и Паш, не получается. Работать нужно в любом случае. И как раз таки получается, и талант он в том, что тебе нужно работать до тех пор, пока у тебя просто не получится. И зачастую, да, есть ребята, которые быстрее раскрываются, физически вырастают быстрее, они могут быть сильнее на каком-то уровне. Но когда футболисты становятся взрослые, да, они развиваются полностью. И вы уже становитесь на одном уровне. И поэтому психологически, наверное, все-таки сложно футболистам переступить этот взрослый футбол, потому что многие... Ну, если говорить про талант, да, то, наверное, видел много ребят, да. Если можно говорить про самый нашумевший у нас в России, это футболист ныне сейчас, он играет, мне кажется, в медиалиге, это Давыдов. Потому что это был мега-талант, который мне довелось увидеть даже его игру. Мы были одного года, не раз играли друг против друга, его называли русским Месси, но тем не менее у него случилась потеря мотивации. То есть ты... Самое тоже важное, о чем сейчас говорят наши тренеры, это не перенасытить футболиста игрой. То есть ты с детства вышел во двор, пинаешь мяч, потом начинаешь тренироваться, потом у тебя по две тренировки, потом ты начинаешь разъезжать по городам, постоянно у тебя футбол. Многие там уже к 20 годам... Наелись уже, да, наедаются. Поэтому здесь важен подход, наверное, да, чтобы не случилось у ребят совокупность тоже, опять же, финансов, когда люди чего-то достигают, у них появляется финанс, какая-то потеря мотивации. Если у кого-то там, например, мотивация – это деньги, а у кого-то, например, достичь каких-то результатов. Наверное, тут уже от человека зависит. Отлично. Мы с вами уже очень много обсудили, но это в общих рамках футбола. Вернемся немножко к вашей истории. Вы мне рассказали и про сборную, и много-много всего. Но вот все-таки хочу понять, как у вас произошла вот эта переквалификация из игрока в тренеры. Это все-таки очень интересно. Как вот этот переход случился? Вот мы ранее тоже говорили о готовности физически. То есть профессиональный спорт, он, конечно же, травмоопасен. И после нескольких сезонов в Молдове, после сборной, начались небольшие травмы. После чего я вернулся сюда, начался процесс реабилитации. Но, в принципе, уже было понятно, что либо тратить далее свое здоровье, либо заняться уже чем-то другим. И поэтому пришлось заниматься какой-то тренерской деятельностью. Мы возродили свой футбольный клуб, который давно существовал. Мне, наверное, лет еще 12-13 было. Я уже тогда играл на районных чемпионатах, там даже формата 8 на 8. Такая команда была души, когда приезжал там, например, с Академии. Каникулы, постоянно приезжаешь, играешь, кого-то видишь, с кем-то видишься. Было довольно-таки интересно. И решили возродить после небольшого перерыва, после определенных ситуаций в нашей стране и вообще в целом в мире. И сейчас возрождаем команду. Планируем на следующий год заявиться на область, на чемпионат области. Потому что район, это, конечно, интересно. Но было бы прикольно принести нашему району чемпионство Московской области. Это довольно-таки престижно у нас. В целом пытаемся омолодить команду тоже. Потому что многие уже обзавелись семьями, работают. У нас все-таки любительский футбол. Кто-то уделяет тоже больше времени семье. У кого-то уже дети играют в футбол. Поэтому мы сейчас омолаживаем команду. А у нас есть игроки по 15-16 лет. То есть это такие ребята на будущее, на прогрессе. То есть вот я хотела как раз спросить у вас. Не только вы тренер любительской команды мужской, но и мальчиков тренируете по младшему? Они уже все к нам уже подходят к мужскому футболу. То есть мы уже наоборот их забираем с академии. У нас есть ребята, которые тренируют малышей в детских и юношеских школах. Они совсем малышей тренируют до 12 лет. И вот уже оттуда мы потихонечку перетягиваем. В основном там с нашего района есть ребята. Поэтому и, как сказал один мудрый человек у меня, то что знаниями нужно делиться в первую очередь. Это, наверное, наше то, что есть. У спортсменов с возрастом, с опытом ты должен с этим поделиться. Поэтому, наверное, к этому мы и пришли. А как вообще? Такой, наверное, нестандартный и, может быть, даже очень неудобный вопрос. Но я его все-таки задам. Вот игрока стать тренером. И все-таки один футбол. Везде вокруг футбол. Вот как бы это деятельность? Вот нет такого, что иногда приелось, и вроде я уже тренер, и чего-то достиг, и футбол уже как часть жизни. Но не было ли такого хоть раз? Поменять все кардинально? Это интересный вопрос, на самом деле. У меня он получился немножко плавный. Расскажу, как. Просто ребята начали подходить и говорить, давай ты не будешь только играть, а начнешь попробовать потренировать. И тоже подключили молодежь, набирали молодежь, чтобы был полноценный состав, там, 18-20 человек, чтобы можно было делать какие-то интересные упражнения, там, несколько вратарей. И после того, как ребята начали приходить, все-таки играть в футбол, быть педагогом, это разные вещи. И ребята сказали, что клево получается, всем понравилось, я начал чаще и чаще просто этим заниматься. Конечно, мало просто, да, футбольных знаний. Черпаешь откуда-то, там, ходишь на тестирование футбольные, тренерские, там, получаешь какую-то оттуда практику. То есть это такая довольно-таки тоже интересная. Но это уже новая глава. Ну, калатуру нужно больше читать. Больше книг, больше книг. Больше развития. Больше книг, да. Валерий Викторович, я безумно благодарна за то, что вы сегодня к нам пришли. Была очень неимоверно увлекательная беседа. Я желаю вам удачи, вашим игрокам, побед и прочего-прочего. Всех успехов на тренерском пути. Спасибо, Влада. Вам спасибо. Завидите почаще. Играйте в футбол. А у меня в гостях был ски-борца Валерий. Это были новости спорта. Меня зовут Влада Дудко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok